Попробуйте стратегическую игру с уникальным тематическим жанром, предоставляющий каждому игроку шанс создать свою собственную железнодорожную компанию, шаг за шагом продвигаясь к успеху. Ссылка в описании. Все вокруг много и горячо рассказывают об эксклюзивах для консолей. Разговоры получаются разные. Одни злорадствуют, что вот, мол, жалкие ПКшники, у них нету целой кучи игр. Другие составляют списки эксклюзивов, которые неплохо было бы выпустить на ПК. Но, в то же время, в мире существует множество ПК-игр, в которые консольщикам сыграть не суждено. И я взял на себе смелость отобрать 15 наиболее великих из них, воплотив в ТОП-15, которые лично я ни за что бы не променял на все консольные эксклюзивы мира. Diablo 2. Удивительное дело. Первая часть Diablo вышла на консолях, а вторая почему-то нет. Возможно, в Blizzard посчитали, что консольная аудитория не оценит данную игру, а, возможно, хотели да передумали по техническим причинам. Но, как бы там ни было, игра так и осталась эксклюзивом для ПК, но нельзя исключать, что грядущее HD-переиздание, которое, я верю, выйдет, не портирует данный ролевой hack'n'slash-action и на приставке. Современные консольные поклонники, играющие в Diablo 3 и не пробовавшие вторую часть, даже не представляют, что объект их обожания – детская каруселька по сравнению с той легендарной игрой, выпущенной 17 лет назад. Heroes of Might and Magic 3. Парадоксально, но третьи герои, имеющие несколько десятков наград и постоянно фигурирующие в различных топ-списках игр всех времён и народов, на консолях выйти так и не удосужились ни тогда, ни сейчас в бытность выпуска Ubisoft-переиздания. Причём, у меня есть подозрение, что управиться с управлением при помощи геймпада здесь не такая уж сложная задача. Однако, назовясь всем консольщикам, данная ролевая пошаговая стратегия, имеющая рекордное количество модификаций и авторских карт среди всей серии, продолжает оставаться эксклюзивом для ПК. StarCraft II. Первый Старик нельзя считать полноценным эксклюзивом для ПК, потому что он вышел ещё и в версии для Nintendo 64. Был такой динозавр. А вот часть номер два осталась недоступна консольщикам. Если говорить начистоту, то продолжение Звёздного ремесла – самая крутая стратегия в реальном времени последних, наверное, лет 15. Ей не навредил даже растянутый релиз, когда каждую новую главу приходилось ждать несколько месяцев, как не навредило и отсутствие стратегии в Steam. А всё потому, что игру не стали уродовать для адаптации под консоли, и мы получили ещё один стратегический шедевр. Stalker. В процессе бурного мозгового штурма, в ходе обсуждения причин, по которым Stalker 2 так и не вышел, довелось прочесть версию о том, что игру хотели выпустить на консолях, но не осилили. А выпускают только на ПК, чтобы её опять все спиратели не решились. Вот мы и имеем один из лучших шутеров современности, родной, и пройденный вдоль и поперёк в виде эксклюзива для ПК. Возможно, придёт время, и игру выпустят на мобильных устройствах, но консольщики никогда не поиграют ни в одну из частей этой замечательной трилогии. Fallout 2. Как ни странно, но вторая часть Fallout, оставшая одной из лучших игр всех времён, что наглядно демонстрирует оценки на всевозможных рейтинговых ресурсах, выпускалась в попыхах и без должной рекламной поддержки. Издатель не очень-то надеялся на успех проекта, и справедливо решил, что на приставках выпускать эту игру не нужно. Все ПК-геймеры, и по совместительству поклонники RPG, должны сказать им спасибо за это. Спасибо за то, что они не испохабили её консольной плиточностью, и не заглядывали в рот американским детям, основной консольной аудитории на тот момент. В итоге Fallout 2 вышел только на ПК, и это прекрасно, а потом до него добрались консольщики. Total War. Пролиста в энциклопедию Тотальной войны, я так и не увидел, чтобы какая-то её часть была портирована на приставке. Разве что Рим вышел на мобилках недавно, но это не считается. Как показывает практика, играть в подобное, управляясь геймпадом, вполне возможно, но у Sega, судя по всему, полностью устраивает та аудитория, которую удаётся охватить. Тотальная война стала одним из самых знаменитых стратегических сериалов мира, и есть мнение – доведись ей однажды свернуть с правильного пути, и начать выходить и на приставках, то геймерская любовь к данной франшизе была бы куда меньше. Warcraft 3. Интересно, но Warcraft в своё время вышел на PlayStation и экзотическая для наших краёв приставка под названием Saturn. Я не знал об этом до того момента, пока не полез в биографию сериала, с целью разобраться с консольным родством. Но третья часть военного ремесла, в отличие от предшественницы, вполне может считаться ПК-шным эксклюзивом. Поразительно, но сам факт выхода Warcraft 2 на PlayStation подтверждает, что играть в стратегии на консолях можно вполне. Однако, видимо, не всё вышло гладко, и консольщики особо не рвались играть в данное противостояние людей и орков. Поэтому чуть позже World of Warcraft тоже остался эксклюзивом для компьютеров. Age of Empires III. В Microsoft тоже решили рискнуть, и выпустили вторую часть Эпохи Империи на PlayStation 2, после того, как первая часть вызвала бурю восторга у публики. Но затем случилась предсказуемая штука. Консольщики не хотели играть в эту стратегию, и её третья часть снова стала эксклюзивом для ПК, и лишь спустя время вышла на мобильных устройствах. Но, к сожалению, выход третьей части пришёлся в целом на кризис стратегии в реальном времени, так что и ПК-шники вот уже 12 лет сидят без продолжения этого сериала. Commandos. Behind Enemy Lines. Консольщики не получили одну из лучших тактических стелс-стратегий мира, и не нужно смеяться, мол, кому нужно это старьё, дескать, сейчас в такое никто играть не будет. Не знаю, как вы, а лично я уверен, что доведись выйти переизданию этого проекта, в него снова будут играть сотни тысяч людей, представляющих как старую гвардию, так и абсолютных новичков. Кстати, тут тоже старая история. Первая часть выходит на ПК, и имеет успех. На его волне вторая часть выходит и на консолях. Но игра не пользуется спросом, и последняя третья команда снова выходит только на ПК. На том сериал и почил. Arcanum. Великолепные приключения в открытом мире, где враждует между собой магия и технологии, вышел только на ПК, благодаря чему, вписал себя золотыми буквами в энциклопедию лучших RPG нашего времени. Игра получилась настолько сложной, запутанной и имеющей такую витиеватую систему диалогов, что на консолях её, похоже, выпускать даже и не думали. Не для этих граждан создаются подобные проекты. Вот Call of Duty – другое дело, а бегать по городам и весям, распутывая мощный сценарный детективный клубок у дел ПКшников. Серия игр Sid Meier's Civilization. А вот эта стратегия никогда не посещала консольщиков. Оно и понятно – слишком сложно и замудрёно для них. Цива – фактически настольная игра с кучей условностей. Кроме того, она пошаговая, а как доподлинно известно любому консольщику, пошаговые игры – это скучно. Вот и выходила Цивилизация в течение четверти века, только на ПК, обходя анафемские приставки. Тут, похоже, произошёл как раз тот случай, когда это заведомо неконсольную игру не стали насиловать и пихать туда, где её не ждут. И это, конечно же, хорошо. Серия игр Gothica. Gothica, конечно же, выходила на консолях. Похоже, что это единственный ролевой экшен, добившийся статуса целого сериала, который так и остался эксклюзивом для ПК. Какую игру не возьми, начиная от The Elder Scrolls и заканчивая Dark Messiah of Might and Magic, все они выходили на консолях. Разве что первый Ведьмак был лишён этого удовольствия. Ну, а Gothica, стало быть, обособилась. Её создатели решили не ударяться в попсу, и сделали ту игру, которую хотели, за что им, конечно же, большое спасибо. Sacred. И снова история о том, как консоли убили отличную ПК-игру. Судите сами. Первая Sacred выходит только на ПК, и сразу же становится в один ряд с такими вещами, как Diablo или Titan Quest. На волне успеха продолжение портируют и на консоли. Портируют и закрываются в тот же год – дуплетом, и издатель, и разработчик. А потом выходит адский трэш в лице Sacred 3, совершая контрольный выстрел по громкому имени когда-то отличной игры. Shadow Tactics – Blades of the Sjogun. Применять эпитет Великое к этой игре я бы не стал, ибо она ещё слишком молода, но, тем не менее, игра замечательная. Как по мне, одна из лучших игр прошлого года. Игра, которую лично я с удовольствием прошёл до конца, и с не меньшим удовольствием узнал о том, что немецкие разработчики уже делают вторую часть. В целом, управлять игровым процессом при помощи геймпада здесь вполне можно, и я был немало удивлён, когда узнал, что она будет ПК-эксклюзивом. Удивлён и заинтригован, ибо отказ подобных проектов от выхода на консолях – это, знаете ли, своеобразный знак качества. Titan Quest. Ну, а завершим мы, пожалуй, ещё одной Hack'n'Slash RPG, которую одно время называли второй после Дьявла. Данная игра так и не вышла на консолях, и, похоже, не выйдет, потому что на мобилках в неё уже наигрались, а обладатели приставок и слыхом не слыхали о каком-то квесте Титана. Эксклюзивность данного проекта ещё раз подтверждает то, что мало, чтобы игру можно было технически запустить на консолях и адаптировать управление для геймпадов. Нужно ещё, чтобы подобный жанр был интересен этим самым консольщикам, а с этим пока что имеются определённые проблемы. Это был ТОП-15 ПК-игр, в которые нельзя поиграть на консолях. В список очень хотели, но не вошли Кразис, Космические Рейнджеры, Вампир Маскарад, Ил-2 и многие другие. Если у вас есть свои кандидаты, предлагайте в комментариях. Ну, а на этом всё. Играйте только в хорошие игры, и пусть никто не уйдёт обыгранным.